Майя, катись отсюда! С таким призывом обратились к властям молодые люди из блока Победа. Согласно заявленному примаре Кишинева маршруту, с этим шаром участники флешмоба должны были пройти к зданию президентуры. Однако уже у триумфальной арки, напротив правительства, участники акции были остановлены полицией. На место принчалось целых четыре экипажа. Запланирована акция около президентуры, где мы планировали попрощаться с Майя Санду и акцентировать внимание всех жителей, в первую очередь именно той команды Майя Санду о том, что пришло время покинуть свой пост, покинуть президентуру. Поэтому мы хотели сегодня вот этот вот шар символичный привести к президентуре. Но, к сожалению, до президентуры мы дойти, судя по всему, не можем, хотя мы и в данном случае не нарушаем ни одного положения, ни одной статьи нынешнего законодательства. Более того, не предъявив никаких документов, сотрудники правоохранительных органов сдули шар и конфисковали его. Кроме того, полицейские в грубой форме задержали одного из активистов. Без объяснения причин они начали силой заталкивать молодого человека в машину. Почему вы меня силой сжигаете? Я не понял. Почему вы силой меня? Куда вы меня забираете, Чарльз? Дома твоялась. Честная вся мы. На незаконной основе человека, который ничего не нарушил. Нет, так я нормально хочу узнать, по какой причине. В глаза мне посмотрите, уважаемый человек, который меня силой забирает. Дом Юрия. Посмотрите мне в глаза. Дом заманил. Активист был доставлен в полицейский участок Буюкан, откуда его через короткое время отпустили. Просто взял меня за руку, скрутил и сказал мужикам, обычным работягам, полицейский, луац, то есть берите его. По какой причине берите, зачем и почему он вообще так обращается с гражданином республики, хотя он находится при должности, при исполнении, он просто берет человека, скручивает и говорит, берите его и увозите. Мне кажется, это неправильно. В комиссариате, ну, мне не объяснили, что я нарушил, я все сказал, как есть, просто написал объяснительную, да и все. Все, как всегда, заканчивается объяснительной. Члены блока «Победа» подчеркивают, что не нарушали законы, организуя и принимая участие в акции протеста. Более того, они утверждают, что у них было разрешение местной администрации на проведение этого флешмоба. Полиция же, в свою очередь, не предъявила никакого акта об изъятии шара. Мы ничему уже не удивляемся, мы понимаем и мы знаем, в какой стране мы живем. Мы понимаем, что сегодня нет свободы слова, сегодня нет никакой возможности самовыражения. Сегодня полная диктатура и агрессия со стороны правящего режима. Хочу отметить, что полиция выполняла индикацию. В какой-то степени мы понимаем, что они скованы и вынуждены подчиняться своему руководству. Акция была задекларирована, с нашей стороны были соблюдены все законы. Не было никаких нарушений, ничего преступного и незаконного мы не совершали. Могу сказать, что действия полиции ведут к тому, что они просто провоцируют фактически наших ребят, провоцируют участников акций протеста на агрессию, на то, чтобы наши молодые люди приступили этот закон, чтобы у них были потом основания. Представители Блока Победы считают, что это давление осуществляется по указаниям действующей власти, представители которой пока никак не прокомментировали эти заявления. Отметим, что Майя Санду, а также председатель парламента и глава правительственной пресс-службы неоднократно говорили, что каждый гражданин Молдовы может свободно выражать свое недовольство посредством законных протестов, что, по словам молодых членов Блока Победы, они и сделали. Но в действительности любая попытка протестовать против власти оборачивается давлением и незаконными задержаниями. Крушите!